менопауза определяется как последняя самостоятельная менструация это естественный процесс который наступает в период жизни среднем 45 до 55 лет а климакс или климактрический период он начинается с начала вариабельности менструальных циклов тогда когда начинает выпадать 1-2 цикла они становятся нерегулярными вот этот период переменно-паузальный он входит в понятие климактрического периода при наступлении на паузы пациентку беспокоит ряд симптомов данные симптомы разделяются на ранние временные средневременные и поздневременные к ранневременным относятся вазомоторные изменения вазомоторные симптомы которые проявляются в виде приливов жара потоотделения сердцебиение психосоматические появляются жалобы такие как раздражительность депрессивное состояние психоэмоциональная лоббильность также пациентку начинают беспокоить нарушение памяти снижение когнитивной функции также относятся к ранним симптомам к средневременным проявлением менопаузального периода относятся воле вагинальное трофе все структуры мочеполового тракта эстроген зависимый и в ответ на снижение половых стероидов происходят ишемические атрофические изменения появляются жалобы такие как зуд жжение дискомфорт боли при половых контактах обострение более частые циститов может присоединяться на держание мочи это либо стрессовая либо императивная либо смешанного генеза поздневременным проявлением климактрического периода относятся такие заболевания как остеопороз атеросклероз повышается риск средососудистых заболеваний причине менопауза можно выделить как гормональное лечение так и негормональ SKS является назначения минопаузальной гормональной терапии на фоне получаемой минопаузальной гормональной терапии мы отмечаем снижение вазомоторных проявлений снижения тревожно-депрессивных состояний снижается риск развитие остеопороза, риска срежиссосудистых заболеваний и развитие генитоуринарного синдрома. В нашей клинике пациенты имеют возможность пройти комплексное лечение с использованием современных технологий, таких как лазер, электромагнитная стимуляция и другие, в том числе и оперативная при необходимости. К рискам развития ранней менопаузы относятся генетические факторы, аутоиммунные заболевания, такие как сахарный диабет первого типа, проведение в анамнезе химиотерапии, лучевой терапии и операции на яичниках, в том числе авариоктомии. Специфической профилактики в отношении пациенток с перьей после менопаузы не разработано. К неспецифической профилактике менопаузы относятся умеренные физические нагрузки, ведение здорового образа жизни и правильное питание.